Привет, я Светлана, спецкорреспондент газеты «Вперед» и ТВР24. В своей работе я каждый день сталкиваюсь с людьми самых разных профессий. Насколько это сложно, вникнуть в чужую работу, я решила проверить на себе. Практически каждый день любой автомобилист сталкивается с необходимостью заправить свою машину. И как же не хочется выходить из уютного теплого салона под дождь, снег или град. И как удобно, когда вашу машину заправляют специально обученные люди. Сегодня мы находимся в поселке Семхоз на новой заправке «Опти» партнера «Газпромнефть». И сегодня мы посмотрим, каково это – работать с заправщиком. Я не хочу. Я не хочу. Ну, хотя бы это было бы летом, в красивом комбинезоне. Меня зовут Светлана. Здравствуйте. Михаил. Михаил нам покажет сегодня, как работать с этим оборудованием. Я боюсь, что я совершенно не спросил. Михаил нам будет помогать. Будете нам помогать? Не, не бросите одну. Очень опасаюсь. Опасаюсь. А вдруг я что-то перепутаю? Я ничего не понимаю. Ну, возьмите на себя ответственность, правда же? Ну, вот, все, отлично. Пойдем. Вот Михаил есть, а машины нет. Ну, давайте вы мне пока расскажете, что вообще. Вот подъехала машина. Подъехала машина, спрашиваешь, какое топливо. Давайте в бензобак. Я стесняюсь. Я застеснялась, что-то я так зарабела вообще впервые. Это очень странно. Не знаю почему. Ну, вы знаете, я же тоже езжу за рулем, да, вот я подъезжаю обычно. Стоят дяденьки. Я очень люблю заправки, где вот есть дяденьки. Потому что вот дождь, снег, вот эта грязная машина, вот это самой делать. Ой, это так ужасно. Я еще перчатки не взяла. Одета легко стоишь вот с этим пистолетом. А если еще полный бак, это вообще целая история. Ну, ладно, мы сегодня же мы работаем, да, в конце концов. Сама напросилась? Сама ей работай. Давайте. Все, я готова. Давайте мне машину. А кто будет это делать? Скажите мне. А давайте сначала вы, а я так постою. Я что-то не знаю. Ты так серьезно? Ой, господи, там. Так, берем пистолет, вставляем бензобак, нажимаем на кнопочку и ждем, да, пока он оплатит? Пока он оплатит. И он автоматически повезет, там количество, там или на сумму, или количество, на что он оплатит. Ну и все, идем дальше, по следующей машине. Ой, уже приехала следующая машина, знаете, а я вот все пропустила. А, он сам вставил. Ну все, здесь делать ничего не надо. Гуляем, гуляем. Как-то, вы знаете, все очень легко как-то. Получилось очень легко. Автоматизм, вот у нас есть уже нейросет, сгенерировала роботов. Пожалуйста. Подождите, я буду говорить. Сережа. А что, Георгия стесняется? Я не могу сказать, да. Здесь надо так, она так. Здрасте. У нас второй. Вторая колонка. Ага. Вторая колонка. Вторая, вторая. Он услышал? Интересно. Я старалась, я кричала. Михаил, ну что вы, вы мне подсказываете много очень. Смотрите, я достаю из широких штамин. На всякий случай, чтобы не потерять. Какой он сказал? Ты не в стороне. Точно? Ни дизель, ничего. Вставляете. Нажимаете. Куда? Ну, крышечку можете вот сюда. Я боюсь ее потерять. Вот, все, смотри. А он не выскочит? Мы же перейдем, когда произойдет оплата, и там. А вот не надо придерживать, там ничего не выпадет, да. Заправлялась сама, всегда, никогда не задумалась. А тут вот, когда берешь отвес из-за чужой машины, вообще незнакомую мне машину, становится как-то вот, ну, немножко страшно. Вдруг я все-таки что-то перепутала. Я сама. Подождите, я вам еще крышечку не закрутила. Подожди, он сейчас уедет. Половидел. Точно? Все, давай. Давай, давай. У меня получается. У меня очень хорошо получилось. Вы видели, как я заправила? Видели, как полетел? Видели? Вот. Вот так. А чего я оставляю? Конечно. А мне оставят? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой бензин? Друзья, это. Друзья, это. Друзья, это. Вы мне чаевые хотите оставить? Нет, давайте. Нет, давайте. Спасибо. Я заработал 20 рублей, между прочим. Первые мои чаевые. Представляете, что-то... Вы только без меня не уедете, пожалуйста. Я очень боюсь. А вдруг он сейчас уедет? Нет, не уедет. Ну, в общем, ребята, я вам могу сказать, что дело начинает приносить доход на лицо, как говорится. За время работы мы заправили больше 10 машин. Я устала, на самом деле. Я перепутала, дважды перепутала, как это называется, марка топлива. Я трижды, наверное, не услышала, что мне говорит клиент, и это стало немножечко моей проблемой. Хорошо, что с нами был Михаил, который мне помогал. Если бы не Михаил, я бы, наверное, здесь сейчас наделала бы делов. Что я хочу сказать. За небольшое время работы я успела устать, перепутать. Ну, не было бы Михаила, я бы очень фатально ошиблась, принесла бы большие проблемы. Работа это не такая простая. И когда вы приезжаете на заправку, скажите спасибо людям, которые заправляют ваш автомобиль в любую погоду. И ночью, и днем. Ну, если вот я здесь работаю, то я кто? Знаете, кто? Королева из-за колонки. Вот так-то. Вот тогда слов нет. А вы король. Король. Король и королева. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok